господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 921 события дня серахов 739 во всех делах твоих помни о конце твоем и во век не согрешишь за 24 июня 2017 года воскресенье было еще события воскресенье подъем у нас такое же дети спят дольше а взрослые в 440 всегда стают своими делами занимаются готовятся дали богослужение батюшки не было в барнауле был без него потом на улице выходят у собрание краткое объяснение что занятия будут сейчас дня спортзале школах потом каждый на свои дела идут какие дела там ребятишки купаться кого-то надо вести володя лодку тут подкачивает везут а я попросил ангелину устинову у нее фотоаппарат лучше пройти бывшему лагерю стану где теперь наш музей все сфотографировать подготовить фотографии до суда если удастся показать какое-то сумасшествие что нападает на нас и во первых он закон там эти рейдерские захваты земли вроде это сделал во первых у меня разве дан акт что я могу там строится ребятишки на навозной куче отдали это где-то ну бросовой земли миллион двести тысяч гектаров заброшенной земли на алтай только было этот закон родительский это возник позже обратной силы не имеет этого и не было но все беззаконно ну сумасшествие то есть в пьяном виде только может это делать или абсолютно бесноватые какое-нибудь требование чтобы нас сместили сломали или ничего но бесовщина шабаш нечистой силы тут ничем нельзя объяснить только злобой и желанием погибли как вот зачем демоны соблазняет людей но раз сам погиб то и туда это синдром демона я никак не могу никто не может объяснить зачем сюда вляпался прокурор какое отношение имеет к этому строил он или нет сломать надо ну сломать все можно оставленные дома ребятишки окна бьют сжигают и но он же при должности и все и закон обратной силы не имеет это одно потом мне дано это было земля я не взял и взял самые наихудшие и кучу стали более кучно делать навозную кучу а а печи русские подвалы все внутри из навозной кучи но смешно даже это никогда никто не делал углубили землю и вот какая злоба она поневоле и сидора пилосиота вспомнишь предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум человек при должности напал пишет нанимать бульдозера гнать оплачивать это не построить помочь детям которым я занимался не рубля за 45 лет а здесь и деньги найдутся и что за мой счет за мой же счет за мой минимальная пенсия мне не давали нигде работать по специальности я прораб никак ну то есть награда радуйтесь и веселитесь когда пронесут имя ваше как не угодно и господу наталья чернова пишет спаси христос максима максим это прокурор мамонтовского района королев максим васильевич просим что бог умягчил его сердце и дай вам бог добрых и порядочных судей ну дай бог добрых порядочных судей я уже опубликовал вчера попросил лену я не знаю тут как показать то сейчас это все один к бы было несколько человек то легко было бы показывать на один тучу она отпечатала я написал принес на флешке вот это вот тут и не видно это тоже самое размер семьи прудов пошли никто не знал и вот здесь внутри деревни который пруд небольшой тут сделали 56 на 24 метра 0,13 сотой гектара южный тоже искусственно сделала 116 на 50 0,6 гектара храмовый малокадешный 144 на 54 0,78 гектара симаковский костровый 120 на 72 0,86 гектара рыжковский с северный с двумя трошками 400 метров на 83 целых две десятых гектара камагориха лагерный 270 на 134 3 61 могу риха это как второй мостик с тремя трошками 6 гектаров и того 15 целых 18 сотых гектара при средней глубине в полтора метра этой поверхности 227 тысяч 100 кубометров воды ну мы это барабаш елена анатольевна взяла космическая съемка там и каждый пруд и она говорит не сходится ну вот не сходится ну что ж не сходится я говорю у нас тут впереди то написано на 23 июня 18 года 23 а они то снимали когда не показывает там деревья растут там ничего нету а мы это все убрали убрали это кусты и прочее дальше показываю вот взять второй мостик тремя трошкам они ни одного не показывает а трошка ну а трошки это не просто так один отрожек 400 метров водой залила поднялся уровень воды другой двести восемьдесят третий 180 ну сложи все вместе то то куда потянет второй пруд считай поэтому мы его поднял и сам пруд расширился намного уровень поднялся больше метра и и так вот ну вроде бы задумались я не оспариваю той и свое не утверждаю но замерили могут так есть вот этот взять рыжковский он увеличил увеличился раза в три нора по размерам мы притом 2 трошка они замерили мы пошли на 2 смотреть 400 почти метров от рожки сергей пупков пишет когда возил дробот иванов-павловск для подачи документов на поступление на учебу заехал посмотрел тамошние пруды где разводят карпов дело говорят прибыльное но при одном условии что вода должна меняться полностью каждый год и должны быть зимние пруды обязательно где карп зимует нам надобно чтобы карп не дох каждую зиму а он без замены воды непременно сдохнет как они утверждают а именно так и случилось бурить скважины если нет рядом рек через которые наполнялись бы пруды и делать сооружение под названием монах для слива воды из пруда говорят что карпа выловить полностью без слива пруда невозможно он в сети не идет и бреднем тоже всего не выловишь пока не сольешь воду полностью можно говорят организовать рыбалку на удочку у них павловске такая услуга и сплатишь 500 рублей за сутки и ловишь на удочку все что поймал все твое цена за один килограмм карпа у них 180 рублей цена карася 35 рублей магазина доставляет живого карпа в бочках с подачи кислорода чтобы не сдох при транспортировке стоимость сооружения для слива пруда и бурение скважины чтобы наполнить было чем пруд то примерно 1 миллион рублей караси у них считается как сорная рыба они его ловят тоннами и не знает куда девать отдавали на звероферму по осени обещали мне дать карасей если надо карась говорят не дает карпу быстро набирать вес объедает его карась плодится говорят четыре раза в год поэтому его много запускать не надо потому как чем больше рыбы тем она мельче потому как еды не хватает посоветовали в нашем случае лучше разводить не карпа линия линии морозы не дохнет у них 50 тысяч рублей месяц уходит на электроэнергию чтобы менять воду в прудах которую качают из-под земли на глубине 27 метров и они идут на эти затраты потому как если воду не менять как зимой сдохнет еще они когда вода из пруда сливает но скашивает устройством она древняя это вертикальная труба диаметром полтора метра внутри имеет отверстие заглушки благодаря устройству нижняя грязная за илиная вода из пруда вытекает а чистая колодезная остается сверху и постепенно пруд становится чистым и рыба не дохнет ну прекрасно картинка но на мы ничего не можем ни миллион 50 тысяч не 150 180 рублей за килограмм а вот привезли его сколько выловили остальное сдох и все ничего тут что сравнивать государственное или кто имеет у нас тут елу столько что уже три раза может больше чем воды 200 лет пруду никогда он не чистился и нельзя этого сделать его никто не вычистит это земснаряд какой-то только я спрашиваю сергей когда приедешь то ты нужен и не позже первого чтобы встречать на станции корчина прибывающих 2 юля галендухин и четверо детей и потом иные будут ты тут очень нужен сергей отвечает я здесь тоже очень нужен планирую приехать 7 июля субботу накануне крещения не раньше крещаемо есть в этом году наталья усатая из германии не приедет отвечаю знаю что не приедет будет крещение оставь за себя виктор андреевича или кого еще чтобы снимали собрания занятия и прочее сергей пупков хорошо можно мне приглашать потеряевку людей которых я знаю которые учатся у меня дрессировки собака я отвечаю без нарушения устава пупков само собой разумеется отвечаю жить в лагере стане музею да не сохранить постараемся еще сергей пупков отлично отвечаю с собой белье по две простыни наволочки и прочее сами себе там и готовить могут резиновые сапоги в добавок простой обуви обязательно сетки на комарнике пчелиные много комарья но мы все живы сергей собак с собой можно людям брать если да то где их лучше содержать готов пожертвовать деньги на рабицу чтобы собаки не выбежали отвечаю собак можно в сарае то есть там где дом никите делал павлов где твоя была сергей у меня клиента один обшил вольер для своей собаки сетка от комаров отвечаю молодец твой сосед сергей у меня клиента один обшил вольер так сергей отвечает продукты свои привозите или у вас что-то можно купить будет отвечаю у нас можно чистая и в достатке вермишели масло растительное прочее хотя на капусти на зоне спасибо христос и скошенная ровная площадка чтобы пускать собак на задержание вот что нужно сергей отвечаю а где ты сам занимался и с синчуками там деревья и ровная дорога сергей там деревьев мало надо чтобы сразу штук пять собак привязать отвечаю за огородом володя пащенко есть такая возможность и деревья и дорога только бы на скотину не напали собаки на кос алёша и на батюшкиных ягнят дальше там сады колхозное кладбище а может еще и второй мостик и дальше роща березовая но это далековато и комаров нынче много сергей спаси христос мы если бог даст приедем то тренировать будем только после загона скотина отвечаю значит после 19 часов вот такая история так переговорили с сергеем показываю все наши ресурсы люблю я очень мой мир вот он как выглядит в другом вместе я с голубом то просто дубль дают а вот такой а тут ленточная наш форум 1600 тем и видеоканал сегодня сколько выставил вот она открылась они здесь некоторые заранее были закачаны я открыл их они сюда уже не попали где-то там дальше раньше открылась кто-то или на моем может так это я не знаю там две проповеди поставила тут ни одной нету вот встречает как тут и наши хлебом солью 72 уже это утром сегодня 72 это за 29 минут собрание вот такое что события вчерашние 240 240 а вот настя лежит в больнице 1740 так маленечко посещаемость а есть для нас то что тут молимся пока и всех просим помолить себя максиме максим это прокурор мамутского района чтобы сердце его не ожесточилось чтобы уверовал во христа и поступал справедливо не нападал на верующих и вот на нас там сломать хулиганство просто не по закону никак это все может конечно сделать можно же еще разбить 18 раз сжигали когда-то шалаши у нас были из травы сейчас рядом деревня бог милует вчера поснимали мы фото готовлю сумеют готовить нет не знаю мы так на сегодня сказать его свете библии у нас много вопросов здесь это православно-библийский сайт я уже не трогаю то для 6 все ухожу лишний высчитывает